Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Разнообразие совершенно потрясающее от классической музыки, балканских мотивов, цыганских мотивов, джазовых и рок-музыки. Вся палитра, мне кажется, жанров будет представлена на фестивале. И о том, как идет подготовка к фестивалю, какие еще, может быть, интересные какие-то моменты, имена, что связано с фестивалем, об этом мы поговорим с директором фонда Инесса Галланта, с Дианой Галланта. Здравствуйте, доброе утро, Диана. Доброе утро, приветствую. Доброе утро. Как идет подготовка к фестивалю? Что нового происходит на этом фронте? Еще раз напомню, с 18 по 21 в концертном зале Дзинтери уже в 16 раз состоится фестиваль. Лучше из Summertime приглашает Инесса Галланта. Совершенно верно, и мы очень рады этому. И несмотря ни на что, и вопреки всему, фестиваль состоится, и, конечно, хочется порадовать людей. Не просто так мы в этом году сделали месседжем the best, и чтобы у людей все-таки лето, все-таки солнце, все-таки море. Есть очень много неизменных констант, и хочется порадовать, хочется все-таки улыбаться и быть вместе и видеть друг друга. Поэтому 18 числа мы начинаем с совершенно удивительного проекта «Игудесман и Йо» с спешл-гостем Адам Бен Эссра. Каждый из них абсолютно уникален. Они удостоены невероятных почестей, проживают в Лондоне, Австрии. И создали уникальный проект, комедийный, где они от классических, очень известных мелодий переходят. Представьте себе, Моцарь становится Джеймс Бондом. Причем на совершенно удивительный классический, как это ни парадоксально, лад. Они друг на другом патроневают, они умеют смеяться над собой друг на другом. Это замечательно, потому что классика может быть разной, мы всегда ищем какие-то новые решения. Поэтому в этом году пригласили и для открытия, чтобы видеть улыбающиеся лица и искрящиеся взгляды. 19 числа у вас нет шансов остаться сидеть на месте. Будет балканское танцевальное, ритмичное, зажигательное, вот просто зажигалки. И Шантель, которого самого, на самом деле, украинско-румынские корни, он, конечно, зажигалка. И признан BBC тоже выделен им, я бы сказала так, найдя абсолютно новую какую-то концепцию зажигательной, балканской. Я даже бы сказала, вы знаете, я думаю, что вам придется танцевать, у вас нет шансов. Юрмала будет танцевать, на самом деле это наш девиз. Вот, и будет радоваться. А также 20 числа вас ждет два концерта, первый с Инессой, Андреем Масокином и нашим замечательным контр-тенором Сергеем Егерсом. Когда мы говорили с Сергеем, потому что программа уже, в принципе, стояла, и таланты у них так мало времени. То есть у них так было мало шансов где-то выступать за эти последние два года, что мы хотели им просто дать платформу, и чтобы у них было это ощущение, большую сцену, выступать со звездами. А потом как-то так получилось, что мы решили, что ну как же так, у нас есть, должны быть постоянные константы. И поэтому Сергей обязательно, конечно, в нашей программе. А вечерняя программа 20 числа вас ждет. Очень любимый вами и долгожданный, вы просили их пригласить еще раз, клуб Дос Белугас. Все самые замечательные рекламные кампании, самые известные рекламные кампании, они происходят под их музыку. И клуб Дос Белугас – это невероятный симбиоз лаунча, невероятный симбиоз джаза и каких-то удивительных звуков. И в этот раз они приезжают с Анной Лукой, шведской певицей, очень шармантной, которая придаст этому всего еще больше какую-то такую изюминку. И 20 числа ждет, в принципе, я бы сказала, что миллионное шоу. Можете представить, что какое-то шоу за кратчайшее время собрало, продало, я бы сказала, и собрало миллион людей. То есть это огромное количество на самом деле. Это невероятный успех. Легендарный Эдит Пиаф. Будут показаны кадры, которые еще не были нигде опубликованы. Как и жизнь самой Пиаф, так и Парижа того времени. Поэтому было настолько интересно. Наталья Леонид является официально признанной носительницей или продолжательницей традиции Великой Эдит Пиаф. И мы очень рады, что нам удалось получить это шоу. Было непросто, должна признаться. И в этот раз это удивительно, потому что мы смотрим по полетам людей. Откуда кто прилетает. Обычно, например, если ты работаешь с командой или с группой, говоришь, а окей, они все из Лондона, они все из Франции, они все из Германии. В этот раз абсолютно не так. Это все команды, все люди настолько интернациональны. Кто-то прилетает из Бордо, кто-то прилетает из Франции, кто-то прилетает из Лондона. Это все один Вен. Кто-то из Швейцарии. Это замечательно. Я думаю, что на нашей сцене будет представлено очень много стран. И мы этому очень рады. Если вернуться к шоу Эдит Пиаф, то есть это будут все лучшие композиции песни Эдит Пиаф, представленные, я понимаю, в манере такой театрализованной. То есть это будет не только концерт, но это будет что-то, какое-то театрализованное представление. Да, совершенно верно. Именно поэтому она и мы. То есть мы окунемся действительно в атмосферу Парижа. Будет, знаете как, потому что Париж, он тоже очень развивался. Несмотря на то, что это наша европейская жемчужина, то так же, как музыка самой Эдит Пиаф. Я также вчера читала интервью немножко больше про нее, поскольку это действительно легендарная личность. Но мы все равно все знать невозможно. И будут видны действительно, будет видно развитие, вот как ее карьера театрализованная, вы совершенно верно заметили, вот так, и как развивался Париж в это время. Какие шансы он давал людям. И будут и фрагменты видеоряда, и будут действительно вы окунялись в атмосферу скамеек, и фонарей, вот, такого чего-то очень интимного Парижа того времени. И живое исполнение вот музыки Эдит Пиаф, конечно, это такое вот потрясающее. Уже хочется бежать за билетами. Куда, где приобрести? Такой вот флёр и хруст французской булки как будто бы раздаётся где-то там на фоне. Как раз завтраку, как раз завтраку. Приятного аппетита. Да. Где приобрести билеты, да? Билеты приобрести можно в Билише Парадейзе, в кассах, и также онлайн, конечно, поскольку сейчас всё происходит. Даже мы сейчас с вами беседуем, скоро уже будем лайв, но всё возможно. Поэтому ждём вас на концертах, билеты можете приобрести в Билише Парадейзе кассах. Ну, а мы вас ждём вживую, у нас в студии уже тоже наконец-то. Ну да. Онлайн – это здорово, это хорошо, это очень выручает, но живое человеческое общение никто не отменял, оно всегда прекрасно. Как и на ваших концертах. Чем фестиваль в этом году вот особенный, поскольку действительно у него the best of summertime, вот почему именно вот такое название было выбрано, в чём его изюминка и в чём, ну, концепция вот этого года фестиваля? Вы знаете, мы всегда хотели удивлять, или мы всегда хотели привозить что-то новое, что мы делаем постоянно. Вот вы видите, мы немножко трансформировали гала-концерт, гала теперь будет вот с Edith Piaf, да, наш гала-заключение, с таким вот централизованным шоу. Но в этом году особенно важно, то есть это месседж этого фестиваля, the best настроения, the best музыканты, the best вы, the best наша публика, и поэтому действительно the best мелодии. Поэтому месседж в этом году — это улыбки. Всё, что будет происходить на сцене фестиваля, будет вызывать у вас вольную-невольную улыбку. Вы будете, вот я сейчас сама об этом думаю, мне самой хочется улыбаться. Вот, и всё абсолютно настроено на то, чтобы публика не только наслаждалась музыкой, но чтобы она улыбалась, да. То есть я думаю, что такой посыл в нашем фестивале впервые, и оно всё связано или с таким комедийным жанром, или оно связано с чем-то таким особенным, что заставит вас просто улыбнуться, что вас оставит после вкуса, и оттого, что вы окунулись в атмосферу радости. Я думаю, что... Это важно. Это очень важно, конечно. Этого сейчас зачастую не хватает. Но если в этом году the best, то что же будет в следующем? Боюсь предположить. Боюсь предположить. Назовём-то superior. Но интересно, насколько ведь было сложно. Я просто представляю себе, мы всегда говорим, вот когда о том, что вот приедут, такое ощущение, что, в принципе, в чём заключается, боже мой, организация. Снял трубку, позвонил. Да, позвонил. Вот вы прямо приезжаете. Павел, Шантель, привет. Что ты делаешь в августе? В августе в Юрмале очень хорошо. Бери своих диско-партизан, давай к нам. Да, давай к нам. Будет здорово. Вот насколько... Я к тому всё клоню, что ведь это год, первый год, когда вот после пандемии вроде бы тьфу-тьфу-тьфу, вот мы всё держим кулаки, огромнейшие вот открылись возможности, музыканты на расхват, все хотят, в принципе... Вот как вам удалось вырвать вот этих звёзд и добиться того, чтобы они, отложив другие дела, приехали к нам в Юрмалу? Вы знаете, это действительно было... Никто не отказывал, но было действительно... Все что-то двигали, потому что август всё-таки, несмотря на то, что все соскучились по сценам, и это фестивальный месяц, это отпускной фестивальный месяц, то были действительно сложности, потому что мы, например, у нас прилетает кто-то из музыкантов, прилетает день концерта, и на следующий день должен улететь именно этим полётом, потому что у него следующий ивент. Или, например, у Шанталь почти вся команда остаётся потом в Латвии, потому что все наслышаны, какое у нас замечательное побережье, и какой мы удивительный старый город Риги, и какой мы удивительный клочок и уникальные местечко на земле. И они почти все остаются надольше или прилетают раньше, семьям и отдыхаются. То же самое происходит почти у всех остальных музыкантов. Все задерживаются, все хотят побыть. Но также, конечно, должны были выкраивать, и мы должны подстраиваться под какие-то другие конкурирующие, как говорится, ивенты, и смотреть полёт туда. Вот мы вчера, последние две недели, мы заняты только координацией действительно полётов и отлётов. И вы все сами знаете, насколько оно всё... Ну да, есть полёт, но состоится он, не состоится. Да, сейчас же ещё эти все забастовки. Да, то есть мы сейчас с плана Б, я по-любому человек плана Б, поэтому все всё время как бы настроены, а, окей, просчитывать на несколько шагов вперёд. Понятно. Друзья фестиваля, вот вы уже упомянули Сергея Егерса, насколько все вот, ну, как бы, эта традиция встречи остаётся, и действительно вот совершенно изумительный голос Сергея Егерса. мне кажется, тоже вот невероятно уникальный. Очень здорово, что он прозвучит на одном из концертов. Да, мы тоже очень рады. Поэтому я думаю, что других вариантов нет, встречаемся там, и красиво будет красная дорожка. Я думаю, что люди просто соскучились по ивентам, когда хочется встречаться, наряжаться, наслаждаться. Вот всё, что на «Тся», вот всего этого нам не хватало несколько лет, и я думаю, что будем упущенно наверстывать. И всё вот это вот «Тся», возможно, в концертном зале «Дзинтри», напомним, с 18 по 21 августа. Не говоря уже о том, что и молодые таланты обязательно тоже появятся на сцене, это тоже важная часть такого, я бы сказал, но обязательная часть фестиваля «Саммертайм» приглашает Энесса Галланта, поскольку, ну, вот талант Энесса Галланта получает возможность перед мировыми звёздами тоже привлечь внимание публики, для них так вот потрясающий опыт психологический, возможность показать себя, свои умения. А для публики это уникальная возможность первыми узнать, познакомиться с творчеством этих талантов и рукоплескать им. Совершенно верно. Диана Галланд была с нами на прямой связи, из фестиваля «Саммертайм» ещё раз повторимся, в «Дзинтри» с 18 по 21 августа. Это только кажется, что далеко, на самом деле, всего-то два месяца осталось, так что нужно озаботиться билетами во время. Спасибо большое, Диана. Всего доброго, хорошего дня, до свидания. До свидания, всего доброго. Счастливо.